Пяти из пяти. Даже если это правда нет. Дело не к тебе, дело не у меня. Я тоже могла бы так сказать. Вот это выглядело немного показушно. А зачем мы вообще вот такую тематику для шоу взяли? Элевейт, как у вас настроение? Вот так. Конфетно-зефирно-розовое в таком заведении и помещении. Очень красивенько, да. Здесь очень миленько. Сегодня мы узнаем, кто из вас настоящая Элевейт Куин. У вас есть претенденты на эту роль? Если будет что-то связанное с элегантностью, скорее всего победит Эля. Ну, горе тоже, мне кажется, может наслаждаться. Раз претенденты есть, давайте перейдем к испытаниям. Перед съемками девушки получили задание. Выбрать мужскую хореографию и переделать ее в женскую. Сейчас каждая участница продемонстрирует свой танец, после чего пройдет голосование. Максимальная оценка 5 баллов. Давайте разойдемся немножко. Женя прям вайп этих коряжек из какого-нибудь второго поколения. супер-кьют стайла вот этим концептом. Как у Твайс вначале было жестко. Мне очень понравилось... Мне нравится! Ставлю лайк! Ну, вайб реально таких Твайс. Очень движение такие вот супер-супер-кьют. Трумяшки все это так сочетается, да. Алекс, let's go! Алекс, Алекс, Алекс! А, у нее дерзкий стайл! А, у нее дерзкий стайл! Ну-у-у-у! ВОВА! 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 я не менял совершенно свое движение как бы а я сделала просто оля характер движения другой а саша добавила свои типы вот это то что она такая татарата она не понравилось как она встала это короче надо замедленную саша выходит такая из воды я не знаю саша аплодисменты вопрос нет и а в в в в Можно сразу question? Что ты поменял? Да, кстати, такой же вопрос. Она как будто сделала более элегантное. Да, больше бедер. Если честно, я сильно разницы не заметила. А я не хотела, на самом деле. Мне не нравится сам концепт этого задания. Я сделала, как это увидела. То есть не сильно поменяла, просто чуть более женственно, как это, наверное, представлялось. Форя сделала прям элегантно. И как будто это выглядело немного показушно. Ну, в том плане, что типа коряга мужская, а ты сделала это вот показанно элегантно. Вот что-то такое. Ну, как ты получается. Ну, типа. Окей, ладно. Дальше продолжаем. Дальше продолжаем. О, давай. Дальше продолжаем. Дальше. Продолжение следует. Да. На самом деле я не думала, что у тебя такой прям нежный айдол получился Когда ты сказала тогда в зале, что ты взяла айдол, я думала, блин, интересно, как его можно вообще переделать под женское, но у тебя прям хорошо получился Погнали дальше Ой-ой-ой, аккуратно Видно было, где ты поменяла движение, просто потому что я примерно знаю хорягу Молодец, неплохая попытка была Я чуть не упала в конце Жаль Начинаем голосование Как вам танец с Джей? Я поставлю пять И свети Женя это очень подходит Она все равно переиграла какие-то моменты Вот, поэтому пять Чисто потому, что я не люблю такой стиль танцев, который... Но попытка была хорошая Наверное, тоже четыре Но мне понравилось, как ты изменила, потому что это было прикольно То есть хорошо Я тоже четыре из пяти поставлю Я тоже не очень люблю подобный стиль танца Женя круто передала, просто дело не в тебе, дело во мне будет Я вообще решила именно так станцевать, а не иначе Во-первых, потому что, ну, дерзкий стиль не совсем про меня Особенно в женских хореографиях А во-вторых, я отталкивалась от костюма Я знала, какой у меня будет костюм уже долгое время Как бы у меня костюм довольно такой, а-ля, анимешный Я подумала, что вот под этот костюм будет больше подходить вот та манера, которую я исполнила Как вы оцените Алекс? Сейчас как это сделать? Пяти из пяти Пяти из пяти Пяти из пяти Спасибо Это было волшебное выступление You are the best woman in this universe Спасибо Похвасталась Я ставлю тоже пять из пяти, потому что под такую песню и станцевать вот это, ну, это выглядело комично и одновременно просто круто Пять из пяти Мне понравилось это вот с юбкой как-то сделала Вот, да и в целом, правда, получилось и передать и вроде бы атмосферу танца и сделать это женственное В целом, я тоже, типа, сидела и думала, интересно, а как можно айдол и, ну, мудрим вообще изменить под женское Когда ты, типа, сделала вот это тоже с юбочкой, вот то, что Эля сказала, очень клево, мне очень понравилось Ну, поэтому я тоже ставлю пять из пяти Что вы скажете насчет горе? Ну, четыре из пяти, потому что я не поняла, где изменения Тоже четыре из пяти, потому что, ну, мне все понравилось, танец изменило, но, опять же, не особо сильно То есть, ну, танец остался просто таким же Вот Я тебя услышала Я поставлю четыре, но я объясню Я поняла твою позицию в поводу танца, но все-таки я считаю, что задание было другим Ты его все равно недовыполнила Мне тоже не совсем понравилось, если честно, то, что тебе сказали задание Я сделаю так, как хочу Вот, я бы даже тебе тройку поставила, но ладно, четверка Я считаю, что в этом случае надо было доделать по правилам Я вообще забыла, что надо сделать что-то на сегодня, вспомнила об этом вчера вечером Мы такая, вот, есть выбор, сделать харяку или выспаться Лучше меньше баллов, чем страшное лицо Следующая Тася хорошо постаралась, поэтому пятерка Я тоже поставлю Тася пятерочку Мне понравилось, что ты еще добавила свои какие-то моменты, повороты, ручки Вот, это прям было в тему Ты большая молодец, пять Мне тоже понравилось, пять из пяти Манера была очень похожа, как из первого эпизода Когда ты, типа, меня пыталась показать, как я танцую Вот Ну, это классно Отсылочка, отсылочка Пяти из пяти Мне очень понравилось Прям вот результат, которого я вообще не ожидал Я считаю, что из всех нас, мое личное мнение, справилась лучше всех Тася То есть, она и поменяла движение, и хорошо исполнила Мне понравились, типа, паттерны, которые ты используешь То есть, у тебя повторяется одно и то же движение Оно могло бы стать, типа, отличительной чертой хореографии Поэтому, если бы можно было поставить десять из пяти, я поставила десять Десять из пяти, смешите Теперь оцените Элис Ну, я не Женя, поэтому троечка Я... нет, я поставлю четверку К сожалению, из-за одежды Эля не смогла, мне кажется, в полной мере изобразить то, что она хотела В целом, Эля могла бы круто станцевать, поэтому я тоже не хочу ей занижать сильно баллы Поэтому четверку Я пять поставила Ну, мне правда понравилось Мне понравилось Ну, мне реально понравилось Я пять поставила, а тут все занижают Ну, я реально считаю, что Эли пять Барабанная дробь В этом конкурсе победили Алекс и Тай Заслуженно! Абсолютно заслуженно! Базар! И обе хоряги BTS BTS рулят! BTS! Вон BTS! Еее! Переходим к следующему испытанию Элевейт Элеганс На экране появятся предметы одежды и косметики, спрятанные за силуэтами Задача участниц отгадать зашифрованную вещь Та, кто первая нажмет на кнопку и даст правильный ответ, получит балл Вы готовы? Да Еее! Еее! Душ! Туш, туш Тени, я не знаю, что это, как будто следы от тени Крабик для волос Губка для лица Свочи Ногти Лапти Я была ближайся! Ногти, ногти, понимаете, да? Лапти Демент Эта штука, может, на шею какая-то, возможно, белого цвета, но я вообще не уверена, что это Белого цвета! Блин, знаешь, ты не знаешь, что это, ты решила предложить цвет! Возможно, что-то на голову, шляпа и сзади волосы Шарф Шляпа Боди Боди? Пончик Что такое вообще? Что такое пончик? Это платончик Понятно Пончик я люблю Спонжик Спонж 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 Шапка-ушанка Шапка-ушанка С чем-то еще? С таким хвостом животного Это хвост и парсука Оно не то, чем кажется, ребят Я сто процентов Это какая-то опасность Мне кажется, что это как-то называется Шапка-ушанка Пусть будет То же самое Ну, я не знаю Туда же Это Малахай О, до свидания Кто? Ну, шапка-ушанка С чем-то я сказала Нет, это именно Малахай Усы Набор теней Детский Она неплохо Сова А я думал А я думал Сова Я не знаю Возможно, вот такая штучка Типа Нифига Оооо Неплохо Неплохо Стеклоочиститель А как это относится Ааа Нет Нет Духи Не духи Именно Это духи А это духи? Ооо Машину Как это называется этот бренд? Я не знаю Я не покупаю Я задеваюсь на Алиэкспресс Ха, реклама Здесь могла бы быть ваша реклама Платье Платье Все не так легко Сорочка Сорочка Да Нормально Уги Уги Агара Гухар Это обувь моего детства Понимаете Я с ним В них лет пять ходила Теперь Туфли Четыре Я тоже могла бы так сказать, ребят Здесь что-то сложнее, чем туфли Я просто не знаю, как это называется Крадули Беспонят Это мюли Вау Восторг Шопка-таксист Шоперка она называется, по-моему, нет? Это картуз Я хочу, кстати, себе такое купить У меня такая была, я потеряла недавно На Валдберсе она называется по-другому На этом конкурс завершен Время подвести итоги Знаете, у меня нет такого, что я должна выиграть всех Я спокойно отношусь к проигрышу А да, надо нам потом после съемок все сказать Все выскажет Саша шарит По итогам этого конкурса победила Горе Переходим к следующему испытанию Еее, погнали Давайте Поехали Элевейт роял Ведущий озвучит несколько правил этикета Задача участниц Определить, какие из них правдивы, а какие ложны Каждый правильный ответ дает один балл Вы готовы? Да Перед едой всем нужно желать приятного аппетита Все так делаю, значит, надо Чему, типа, нельзя переходить на красный свет? Ну, все так делаю Значит, так надо Не, ну там объективно тебя сможет быть машина Типа, а здесь, ну ты не пожелаешь, и че? А пожелаешь, и че? Потому что надо быть вежливым И всем проявить уважение перед едой Всем приятного аппетита, мои дамы и господа Я одна, походу, здесь выбрала ложь Но могу объяснить Я, наверное, бы это тоже не знала, если бы я не проработала в кафе Я как-то сидела на кухне И я пожелала своему напарнику приятного аппетита И мне шеф говорит А что ты желаешь приятного аппетита? Вообще-то я готовила Я говорю, ну, с детства так уже Правда, в школе, в детском саду, в семье Всегда желаешь приятного аппетита Он говорит, вообще должен желать приятного аппетита тот, кто имеет отношение к еде Я не верю в это много Я считаю, что это ошибочка Нет, желать может только человек, который приготовил еду Саша хороша Но я на самом деле все равно всем желаю приятного аппетита Элис, не крути табличку, твой ответ должен быть всегда виден в камеру Хорошо Вы сами решите, какое у меня ваше решение В гардеробе мы сначала расстегиваем верхнюю одежду Потом переобуваемся И только после этого снимаем верхнюю одежду Че? Че? Нет, так неудобно Чисто из-за того, что это неудобно Мне не нравится это правило, оно не будет правил Чисто из-за того, что это неудобно, это правда Зимой, если грязно, ты в ботинках не войдешь в дом Ты сначала разуешься, а потом ты снимешь куртку Прежде чем снять ботинки, ты расстегнешь куртку, потому что неудобно, она огромная Тебе нужно дотянуться до ботинок Да, это правда Невозможно сменить обувь, не нагнувшись У вас может быть декольте или короткое платье В избежание неловких ситуаций стоит снимать верхнюю одежду в последнюю очередь Норма ответа на сообщения в мессенджерах сутки Нет Нет Даже если это правда, нет Учитывать нужно то, что выходные дни, типа Вот у тебя два выходных, ты не будешь отвечать в это время на рабочие чаты А смотря про что мы говорим Если мы говорим про друзей А я больше про личные сообщения Да А я этим не отвечаю Официально да Но более вежливым считается отвечать на сообщения в течение нескольких часов Я проиграю в этом конкурсе Я проиграю везде Допустимая норма по времени опоздания 20 минут Нет допустимой нормы, нельзя опаздывать Ну-ну Че-то вообще я без понятия Я могу иногда чуть больше опознать Я тоже Ну я опаздываю, поэтому я считаю 20 минут это нормально Я тоже считаю 15 минут Везде есть 15 минут Правила 15 минут Окей В школе вы не верили на рабочие Хорошо Это правда И благодаря уверенному ответу Алекс Все получают бал Все-то Подождите Алекс, Алекс Респект Нормы не 20 минут А 15 Если больше Это проявление неуважения Прикол Ага, будем знать Нельзя говорить чихающему Будь здоров Это только в Японии так В японском нету Будь здоров В китайском, кстати, есть Всем вообще все равно В китае типа Ты чихнул Накашлял Обосрался Мы это заметим Извините, у нас У меня с элегантным зда Просто так Я вот так просто сделаю У меня все-таки интересно Да, нельзя Вы ставите его в неловкое положение Это я права? Да, получается, что ты права Во время парного танца Нужно молчать Да, да, да Нужно молчать А фиг знает А на балы молчат люди? Должно молчать Вообще это так романтично Когда ты переговариваешься С человеком, с которым танцуют Это, конечно, романтично Но можно ли? Нет Нет, наоборот Приветствуется легкий разговор А зачем вы меня слушаете? Я не поняла Во время реверанса Мы заводим правую ногу За левую А зачем мы вообще Вот такую тематику Для шоу взяли? А еще раз Правая за левую Пришло время дать ответ Правда за левую сказали? Да Мне пофиг Ну вроде бы, я не знаю Да, это правда Еее, у меня единственный правильный ответ! Да! Немножко порадовалась Держа чашку Нужно выпрямить мизинец Я даже знаю, откуда это появилось Я не знаю, насколько это прям вот Правила, которым следуют во всех странах Какой-то английский король Я не помню какой Настолько много носил колец на пальцах Что у него не сгибался мизинец Поэтому он пил все время из чашки Вот с таким Друзья, вы пьете вообще так? Да Реально? А она сама отходит просто на автомате Ну если повыпендриваться С формат будем В целом никогда обычно нет Нет, оттопыривать мизинец не надо Так же, как и просовывать палец в ручку Мы держим чашку тремя или четырьмя пальцами Второй правильный ответ На этом конкурс завершен По результатам этого испытания победила Олег 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 Я не думала, что я вообще сегодня где-то могу попить Работа вообще пить и дает тебе знания в этикете Есть такое Реально По итогу всех испытаний победила Алекс И так наш выпуск подошел к концу Могу сказать, что сегодня было супер необычно И этот выпуск очень сильно отличается от нашего первого Очень интересно было посмотреть на нас В таких образах Также хочу напомнить о том, что у нас есть телеграм-канал Обязательно подписывайтесь сюда и следите за нами И знакомьтесь с нами еще ближе и лучше А еще у нас есть бусты Мы опять открываем сбор на следующий выпуск Спасибо огромное, что поддерживаете нас Вы нам очень сильно помогли конкретно с этим выпуском Если вам понравилось наше видео, то обязательно ставьте лайк Надеюсь, что вам понравился наш выпуск Что вам было весело А давайте мы сделаем это сердечко 5, 6, 10 и Элли Бэйт Извините Я не буду Элли Бэйт Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!